Клены необычной окраски появились на привокзальной площади из 38,5 с красными листьями. Большинство деревьев высажены непосредственно в почву, однако некоторые для лучшей сохранности и дизайна в вазонах. Эти клены с необычным названием генала – деревья сортовые. На землю серпуховскую прибыли издалека. Произрастают они в Восточной Азии от Монголии до Кореи и Японии. Несмотря на свою внешнюю хрупкость, а больше трех десяти метров они не вырастают – морозостойки. Теперь красные и зеленые клены стали главным акцентом в убранстве привокзальной площади. Они уже показали свою приживаемость. Такие же клены у нас сидят на сквере на Тульской. Вот уже как два года. Площадь у нас будет красивая, деревья у нас приживутся. Город, благодаря проводимому озеленению, с каждым годом становится уютнее и красивее. Это отмечают и местные жители, и гости. В старых скверах, парках отжившие деревья удаляют, на их место высаживается новое. Вот так преобразился в этом году сквер на Московском шоссе. Посаженные накануне Дня Победы яблони зацвели и стали красивым штрихом в оформлении общественной территории. Жизнь в городе, дерево, она не столько долголечна, как в лесу. 60 лет считается уже критический возраст для дерева. Обращений в администрацию города по вопросу вырубки деревьев или кронирования зеленых насаждений очень много. Ежедневно от жителей поступают эти обращения, не считая, что еще и от предприятий, от учреждений всех наших идут эти обращения. Оно и понятно. Город наш уже старый, скажем так. Основная застройка, она велась в 60-е и 70-е годы. Чтобы дворы, парки и улицы были ухожены и безопасны, все работы с насаждениями в округе осуществляются на законных основаниях и только квалифицированными специалистами. Сегодня несколько общественных территорий города получают вторую жизнь. Масштабная глобальная перестройка происходит на старейшей площади имени Ленина. Старо-возрастные деревья пришлось убрать, ведь посаженные они были в послевоенные годы. Был разработан целый раздел по дендрологии. Сделали оценку зеленым насаждением. Деревья на площади старо-возрастные и нагрузка на них была колоссальной. Автомобильное движение также на участках было большое и интенсивное, поэтому сказывалось на качество деревьев. Многие деревья уже сухие, имели дупо, поражены прикорневой гнилью, имели наклон, и их удаление было необходимо для обеспечения безопасного посещения жителям восстановленных скверов. Часть удаленных у нас деревьев попала в охранную зону. Это вот, что существенно, это кабельная канализация, электроснабжение, связи, интернет. По завершению реконструкции главной городской площади здесь будет произведена компенсационная высадка зеленых насаждений. В обновленных скверах появится около 40 саженцев клена. Конечно же, будут обновлены газоны и высажены многолетние цветники. К концу лета серпийский пруд украсят 20 молодых сосен, а осенью вдоль русла реки Серпейка посадят ивы. По проекту в сквере имени Митрофана Неделина рядом с вековыми соснами будут высажены 26 рябин, а зону отдыха напротив Дворца культуры «Исток» украсят 8 кустов сиреней и красивый колумбарий из 33 гортензии. Благостроительный период в самом разгаре. Ведется реконструкция скверов, общественных территорий, дворовых территорий. Наши серпуховичи хотят видеть наш город комфортным, современным и красивым. Ежегодно в серпухове вместо удаленных старых и аварийных деревьев высаживается несколько сотен новых саженцев.